Второй случай, я его писал в стихотворении, я его сейчас прочитаю. Стихотворение называется «Прощай, высокогорный Чак-Ча-Ран». Это вообще-то строчка из афганской песни, но песня не моей. У нас в Ярославле был песня-фестиваль, и меня эта песня задолбала. Вот этот стих такой. Мне эта песня, помню, надоела. Ее друзья орали за стеной, и поднял я свое хмельное тело, и вышел из гостиницы ночной. По набережной Которосли мутной до Спасского дошел монастыря, и стало мне понятно почему-то, что в Ярославле бедствую не зря. К тому же над Медведицким оврагом по лестнице девчоночка сошла такая, от которой вспять ни шагу, а сделаешь топить в реке со зла. Под фонарем остановились оба, как будто на свидание пришли, удостовериться в симпатии до гроба или разойтись, как в море корабли. Простите, я была на фестивале, мне песни ваши нравятся, хотя вам слишком громко подпевали в зале, не к месту хлопая, не вовремя свистя. И вы простите, мы ведь не артисты, а попросту армейская шпана. Мы поем и слушаем нечисто, в нас голосит афганская война. А я могу вас попросить? Просите. Тот, обгоревший, певший после вас. А, Сашка, познакомиться хотите, я помогу вам завтра? Нет, сейчас. Я не продемонстрирую обиды, хотя я обижаюсь до сих пор. Повел ее в гостиницу для виду, поддерживая светский разговор. Да, восемнадцать. Да, на балерину училась в детстве. Главное, спина. Да, метр восемьдесят. Нет, зовут Ирина. Не сирота, но здесь живу одна. В гостинице с дежурной сговорился, дал денег и поклялся, что сестра. Зачем я час назад не утопился? Как не напиться в усмерть до утра? Устроил в полулюксе личном Иру и вызвал Сашку. И в прихожей лег. Не опозорил, в общем, честь мундира. Девчонке и товарищу помог. А через час-другой они в прихожей на цыпочках прошли мимо меня. Как мне хотелось дать себе пороже при свете наступающего дня. Со временем узнал, у них ребенок родился, но семья не удалась. И та любовь, что мнилась мне с просонок, на деле оказалась просто связь. Проклятый Чакчаран высокогорный, зачем ты расшумелся за стеной? Она была такой красиво вздорной. Он был так сильно обожжен войной. КОНЕЦ